Автоваз продолжает расширять гамму антикризисных моделей. Запустив производство упрощённых седанов, универсалов и лифтбеков Lada Granta, в Тольятти поспешили наладить сборку оспортивленных Grand Drive Active. А сейчас линейку машин без подушек безопасности антиблокировочной системы и с моторами уровня Евро-2 пополнила приподнятая Granta Cross, которая ожидаемо оказалась дешевле своего докризисного издания. Так, если покупатель воспользуется фирменными программами кредитования или системой Trade-in, то кросс-версия встанет в приемлемые 720 тысяч рублей. Без этих финансовых инструментов цена вырастет на 20 тысяч. Однако это на 112 тысяч рублей дешевле аналогичной пятидверки в прежней комплектации Classic с подушками и АБС. Сейчас в оснащение включены электроусилитель руля, электропривод-зеркал, передние электростеклоподъёмники плюс бортовой компьютер и 4 динамика, правда, без самой магнитолы. Других вариантов, кроме сочетания 90-сильного восьмиклапанника и пятиступенчатой механики, производитель не предлагает. Хотя прежде для Granta Cross была доступна 16-клапанная версия, для которой можно было выбрать ручную или роботизированную коробку. Зато другие приметы кроссовой лады, 20-сантиметровый дорожный просвет, фирменный обвес кузова, штатные багажные рейлинги и контрастная отделка салона сохранились. И новость короткой строкой. Президент АвтоВАЗа пообещал создать кроссовер на базе Лады Весты. Никаких других подробностей от Максима Соколова не последовало, но само заявление вызывает определённый интерес. Впрочем, даже если вазовские конструкторы, дизайнеры и технологи прямо сейчас займутся этим проектом, готовый автомобиль мы не увидим раньше, чем через 2-3 года. Следующую новость придётся проиллюстрировать третьим поколением Логана. Ведь именно этот бюджетник послужил платформой для будущей Лады, которую готовили на замену нынешней Гранте. На заводе грядущую новинку даже называли Грантой 2. АвтоВАЗ собрал несколько таких машин, сварил десяток кузовов, а один экземпляр даже отправился на ездовые испытания. Правда, сейчас работы приостановлены. Хотя, как уверяет паблик АвтоГрад Ньюс из соцсети ВК, проект вовсе не закрыт. Почти готовую модель терять крайне обидно, ведь заводчане успели провести пусконаладку сборочных линий. Однако, чтобы автомобиль стал серийным, придётся провести масштабнейшие работы по пресловутому импортозамещению. К слову, в конце мая АвтоВАЗ собирался начать выпуск Логанов и Сандера новейшего образца. Но после ухода марки Рено об этих новинках россиянам, видимо, придётся забыть. Если не навсегда, то на долгий срок точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова